В Кремле произошел взрыв прямо под столовой, где должен был состояться обед президента России и премьер-министра Германии. Нехило, да? Можно себе представить эффект от подобной новости? А теперь представьте себе, какой шок испытала наша нация и глава государства 5 февраля 1880 года, когда в самом центре столицы, в Зимнем дворце, был совершен теракт Степаном Халтуриным, о котором мы сегодня будем говорить. Плеханов писал, что Халтурин производил впечатление очень красивого парня, а небезызвестный нам Кравчинский, зарезавший шефа жандармов, так вообще считал его за совершенный тип мужской красоты. И пусть вас не смущает фамилия Халтурин, Халтуру он не гнал. Он был профи, искусный столяр. Поработав на заводах, он проявил себя как полировщик, умелый составитель лаков, благодаря чему был приглашен, куда бы вы думали, на отделку царской яхты. Но на тот момент Степан полировал не только деревянные поверхности, но и мозги рабочих. Он был одним из организаторов революционной рабочей группы. Поэтому, когда ему предложили место лакировщика в Зимнем дворце, Халтурин связался с партией Народная воля, готовившей сразу несколько покушений на Александра Второго. А не грохнуть ли царя, не отходя от кассы? Кун железа, не отходя от кассы! То, что Халтурин увидел в Зимнем, поразило его. Царская челядь устраивала пирушки, на которые приходили все, кому не лень. Кражи дворцового имущества осуществлялись таким размахом, что даже Халтурин вынужден был ходить воровать съестные припасы, чтобы не показаться подозрительным. Ознакомившись с расположением комнат, Халтурин убедился, что подвал, где живут столяры, находится как раз под царской столовой. А помещение между столовой и подвалом занято кардигардией, попросту говоря, царской охраной. Вольная жизнь, однако, вскоре закончилась. Царь возвращался из Крыма в Питер. К тому же был арестован связной Халтурина Квитковский, на квартире которого, помимо таких мелочей, как динамит, запалы и нелегальная литература, была найдена бумажка, которую Квитковский, застегнутый врасплох, не успел изжечь. На бумажке был набросан план, и в одном месте стоял крест. Что означал этот план, жандармы разобрать не смогли. А это был план дворца, и крест был поставлен над столовой. Увы, царское ФСБ было не на высоте. Доперли бы сразу, не было бы взрыва. Строгости усилились. В подвале, где жили столяры, поселился жандарм. Но это был не профи, а профан. Лошарик. Который так и не просек, кем на самом деле был Халтурина. Ты кто? Кто ты? Я? Я лошарик. Лошарик? Да. Стали обыскивать всех рабочих, возвращавшихся в дворец после отлучек. Как при таких условиях проносить динамит? А кстати, как его вообще проносить? И сколько его надо? Техник народной воли Кибальчич настаивал на том, что нужно как минимум 8 пудов. А лучше 10. Ну и как вы протащите полторы сотни килограмм динамита мимо стражи? Только небольшими порциями, изобретая разные хитрости, чтобы избежать осмотра. Сперва Халтурин держал взрывчатку просто под подушкой, испытывая от этого страшные головные боли. Ой, боже мой. Спокойствие, только спокойствие. Известно, что нитроглицерин – вещество крайне ядовитое и довольно сильно испаряется. Дело уже шло к развязке, но в сундуке было не больше трех пудов взрывчатки. Желябов, сменивший Квитковского в отношениях с Халтурином, постоянно торопил последнего, потому что считал, что взрывчатки достаточно и все готово. Желябов хотел, по возможности, уменьшить число жертв. Халтурин же, напротив, доказывал, что число это будет все равно огромное. Человек 50 перебьешь без сомнения, говорил он. Так уж лучше класть побольше динамита, чтобы хоть люди недаром пропали. Какой, однако, заботливый товарищ. Дело могло прогореть в любой момент. Ночные обыски, испарение нитроглицерина, постоянные проверки при входе и выходе из дворца. Такое мог выдержать человек только с остальными нервами. К тому же, для удачного покушения требовалось совпадение двух обстоятельств. Нужно, чтобы царь находился в столовой, а Халтурин в подвале и без жандарма. Несколько раз Халтурин встречался вот здесь, на площади с Желябовым, и между ними происходил вот такой диалог. Все готово? Не готово. Но теперь-то все готово. И теперь не все готово. И вот 5 февраля обстоятельства совпали. Халтурин поджег запал и покинул дворец. Проходя мимо ожидавшего его Желябова, он бросил одно лишь слово. Все готово? Через секунду страшный грохот подтвердил его слова. Прервемся и поговорим о Зимнем дворце. Взгляните-ка на крышу. Статуи печные трубы, статуи печные трубы. И тут, хоп, какое-то жилище Карлсона. Это не что иное, как телеграфический обсервационный домик. В дотелефонную эпоху самым быстрым средством связи был оптический телеграф. Посредством огня и зеркал можно было передавать сигналы на дальние расстояния от одной станции приема к другой. Связью мог пользоваться и простой обыватель. Так называемые оптические телеграммы посылались в Гатчину и Вильно. А принимались они вот здесь, в здании городской думы, в ее башне, что находится у меня за спиной. Но цены были ломовыми. К тому же, а вдруг дождь и все, сообщения не проходят, деньги псу под хвост. Так что у простого люда оптическая линия популярностью не пользовалась. Вернемся к взрывам, точнее к его последствиям. В этот день царь должен был обедать с принцем Гесенским. В тот самый момент, когда на пороге столовой появился церемонимейстер и объявил «Его величество», случилось настоящее землетрясение. По крайней мере, так показалось иностранному гостю. Интересно, что это так бумкнуло? Ни царь, ни члены его семьи не успели войти в столовую. Поэтому жертвами теракта стали 11 военнослужащих лейб-гвардии финляндского полка, несших вахту. Все они были героями русско-турецкой войны. И если при Совке в честь Халтурина была названа самая блатная улица в Питере, миллионная, то в честь Фельфебеля, Дмитриева, Гарниста Антонова или рядового Захарова не было названо ничего. Их как будто не существовало в нашей истории. А памятник, установленный им на Смоленском кладбище, над братской могилой, где они все похоронены, неоднократно подвергался актам вандализма. О чем свидетельствуют вот эти дырки? Здесь явно присутствовали элементы декора. Так что вспомним об 11 русских войнах, невинных жертвах террориста Халтурина, который прекрасно понимал, что лес рубят, щепки летят. Эти щепки лежат здесь, под этим памятником. После взрыва в Царском дворце многие в Питере запаниковали. В третье отделение стали приходить письма, в которых были призывы беречься от трубочистов. Они будут сыпать порох в трубы. Полтавский губернатор писал, что будет взорван Исаакиевский собор. Городоначальник Питера, взяв сторожей, лично ходил по всем катакомбам храма. Сторожа заглядывали во все печи, но, естественно, ничего там не нашли. Но был найден Степан Халтурин. Правда, не здесь и не сразу. Спустя два года в Одессе во время очередного покушения на местного прокурора. Имени своего он не назвал, поэтому его повесили неопознанным. Палач даже не знал, какую крупную птицу он казнил. К тому моменту Александр II уже был мертв, а народная воля разгромлена. Член Государственного совета Петр Валуев записал на следующий день после терактора у себя в дневнике. Видел генералов Дрентльна и Гурко. Оба будто зрители того, что происходит. А один шеф жандармов, другой полномочный генерал-губернатор и командующий войсками. К чести Гурко, освободителя болгарской столицы, к чести Дрентльна, прекрасного администратора и толкового военачальника, следует сказать, что они неоднократно пытались заиметь точные сведения о тех, кто проживает в Зимнем дворце и произвести там повальный обыск. Но всякий раз либо министр императорского двора, граф Адлерберг, либо сам царь давали им отворот-поворот. Дело в том, что Александр II уже вовсю крутил роман с княжной долгорукой, которая поселилась в Зимнем и даже имела там свою прислугу. Но все это было типа тайной. Надо ли говорить, что про эту тайну не знал только ленивый? Так что отчасти во всем происшедшем был виноват сам царь, Александр II. На этот раз ему повезло, но везение когда-нибудь заканчивается.